Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своих недавних заказах с китайских сайтов. Здесь много всего, в основном какие-то гаджеты, есть немножко вещей. В общем-то погнали, я потом расскажу, о чем пойдет речь. И первое, с чего я хочу начать, это с вот таких вот часов. Это часы-эпидометр. Они замеряют, сколько шагов вы в день делаете, сколько на основании этого тратите калорий. Также здесь есть трекер сна, в общем-то такие типичные спортивные часы, как сейчас модно. Я искала такой недорогой вариант и возлагала огромные надежды. Думала, что смогу найти недорогие часы, которые смогут все-таки точно измерять шаги. Но, к сожалению, эти не оказались точными. Они конкретно привирают, ну раза в три, наверное, точно больше показывают, чем есть на самом деле. Даже вот такие вот обычные движения рукой он воспринимает как шаги. Поэтому накручивает очень-очень сильно счетчик. Вот сейчас, к примеру, я вам расскажу. У меня за полдня 11459 шагов. Это очень много. Если я хотя бы третий этих шагов сделала, будет очень хорошо. Что касается их дизайна, то он очень симпатичный. Это такой резиновый ремешок. И сама таблетка как бы основания достается, если вам нужно ее зарядить. И после того, как вы ее заряжаете, опять-таки легко вы ее сюда вставляете. Что могу сказать? Стоит они действительно недорого. Если вам нужен приблизительный трекер ваших шагов, приблизительный трекер вашей активности, это неплохой аксессуар. Стоит, опять-таки, как я и сказала, недорого. Если вам нужны точные показания, то это, к сожалению, не ваш вариант. И так как я все-таки хотела протестировать несколько вариантов, кстати, я не сказала, эти часы легко подключаются к айфону. Достаточно просто в инструкции там указано. Достаточно просто скачать приложение, по Bluetooth они подключаются. Я также заказала еще другие часы, которые выглядят более так симпатично, просто. Я их отдала Никите. Никита их носил последние недели-полторы, наверное. И я, в общем-то, буду делать обзор на основе того, что он мне сказал. Ему эти часы очень понравились дизайном. Они очень такие простые, красиво лежат на руке, симпатично выглядят. Здесь есть небольшой такой экранчик. Экранчик тоже довольно симпатичный, очень неброско и стильно выглядит на руке. По крайней мере, если сравнить эти два трекера, то этот, конечно, намного более универсальный. Этот трекер намного меньше врет по поводу шагов, но в то же время, опять-таки, довольно сильно привирает. Он, наверное, раза в два их сильнее накручивает. Опять-таки, точных показаний вы от таких часов не получите, но приблизительно получите. Чего здесь не хватает, как Никита сказал, здесь не хватает каких-то клавиш, потому что здесь достаточно нажать на кнопочку, экранчик загорается, и вы увидите уже время, да, вы можете посмотреть шаги. И здесь же для того, чтобы их привести к действию, нужно их с вот такого положения привести вот в такое. То есть, когда они надеты у вас на руке, вы сначала руку ставите так, потом так, и они активируются и показывают время, ваши шаги и так далее и тому подобное. Это довольно неудобно, потому что таких движений за день вы делаете достаточно много, и не обязательно именно тогда, когда вы хотите посмотреть на часы. Из-за этого аккумулятор разряжается быстрее, и таким образом гаджет садится тоже намного быстрее. Поэтому ни один из них, конечно, не идеальный вариант, но если выбирать один из двух, я бы, наверное, все-таки рекомендовала вот этот черный. Кстати, если вас что-то из этого заинтересует, я ссылки на все оставлю внизу. Следующее, что я вам покажу, это вот такой портативный MP3-плеер для машины. И когда я заказывала этот гаджет, мне казалось, что все будет довольно просто, то есть недостаточно будет просто сюда с помощью изги закачать все любимые песни, то есть не нужно будет их записывать на диски, проигрывать как бы в плеере в машине, и потом вставить в прикуриватель, здесь он вот так вот тоже наклоняется, то есть это довольно удобно вставлять в прикуриватель, как бы он у вас не был расположен. Но из-за того, что я блондинка и ничего в этом не понимаю, я не учла, что здесь есть вот такой вот выход на аудио, который все равно должен подключаться к вашей стереосистеме в машине. То есть если у вас вот такого аудио выхода нет, если он не предусмотрен, или если просто у вас даже этого шнурка нет, оно работать не будет. Поэтому пока эта штука валяется без толку. Ну, как куплю вот такой вот шнурок дополнительный, а лучше он называется, мне Никита рассказал, но я, в общем-то, заказала, думала, что вот этого будет достаточно. Хотя как от прикуривателя можно подключиться к аудиосистеме, я почему-то не подумала. Но тем не менее, да, поэтому это довольно типичная ошибка для девушки. Если докуплю такой проводок, то будет он у меня работать. Теперь, что касается вещей. Первое, что я заказала, это был вот такой вот шарф. Этот шарф довольно большой. Он такой вот как бы широкий и длинный. На концах у него вот такая вот тесемочка. Расцветка мне очень понравилась, потому что расцветка очень такая классическая под джинсы. Я себе представляла, что это можно носить. И так и есть. Что бы я ни надела, если на мне надеты джинсы, и какая бы другая одежда у меня не была, этот шарф очень классно, в принципе, сочетается. Я этой покупкой осталась, наверное, больше всего довольна из всего, что я заказала. Хотя это странно, потому что я его закинула в корзину уже в самый последний момент, потому что он, ну, какие-то сущие копейки там стоил. Я думаю, ладно, если будет плохой, то, ну, в крайнем случае, не буду я его носить. Но он настолько мягенький, настолько приятный, вот, наверное, по ощущениям. И очень красиво тоже его можно так драпировать. То есть длины хватает для того, чтобы сделать довольно объемный такой шарф. Ну, сейчас я, конечно, на камеру у меня ничего не получится. Но, тем не менее, вот так вот он довольно симпатично выглядит с любыми куртками. И в повседневной носке он очень себя неплохо показывает. Я очень довольна этой покупкой. Надо будет присмотреться к другим расцветкам. Может быть, что-то еще себе возьму. Также с этим заказом я поняла, что у китайцев не только человеческие размеры, китайские, но и собачьи размеры у них тоже китайские. Я не знаю почему, собаки в Китае, наверное, тоже намного меньше, чем во всем остальном мире. Я заказала вот такую вот шлейку для собаки. Она была в размере L, то есть это самая-самая большая. И я думала, что для Сэмика она подойдет. В принципе, я не могу ничего сказать сильно плохого об этой шлейке. То есть она неплохая, как бы понятное дело, что немного так дешевски выглядит, но не менее дешевски, чем любые типичные фирмы, которые продаются в зоомагазинах. Проблема моя заключается в том, что Сэмик даже голову сюда просунуть не может. То есть я еле-еле просунула ему голову, и у него просто такая как удавка на шее получилась. Поэтому носить он это не сможет. Я думаю, максимум на кого это подойдет, может быть, на французских бульдогов. Вот французский бульдог, хотя у него морда довольно широкая, может, кстати, сюда в дырку не пройти. Но вот что-то типа мопса, вот такие вот собаки еще, может, влезут в эту шлейку. Все, что больше, 100% не влезет. Поэтому эски я не знаю вообще на кого. Там, наверное, даже какие-то тойтерьеры туда не будут влазить. В общем-то, L ко мне не подошла. Вообще он выглядит вот так вот, вот таким вот образом. То есть здесь вот должна быть голова. Нижняя часть идет под грудь. И также в комплекте тоже есть такой поводок с карабином. Я его даже не разворачивала, потому что после того, как я поняла, что это слишком маленько, я даже уже остальную часть не стала разворачивать. Ну вот и все. Это были все мои покупки из китайских сайтов. Большинство, конечно, в этот раз почему-то неудачные. С часами я не могу сказать, что прям сильно неудачные. Вот эти зелененькие я все равно вношу для того, чтобы приблизительно отслеживать свою активность. Я поставила себе там в настройках цель 30 тысяч шагов. И я думаю, что это приблизительно около 10 тысяч нормальных шагов получается. Я смотрю, насколько я активна на протяжении дня. То есть какое-то все равно впечатление у меня создается на основе этих показаний. В общем-то на этом буду я с вами, наверное, прощаться. Если вам что-то понравилось, как я сказала, ссылки будут внизу. Мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!